Добрый день, уважаемые господа учащиеся! Мы начинаем с вами знакомиться с новым учебным предметом начальная военная и технологическая подготовка. На уроках вы приобретете необходимые знания и практические умения по начальной военной подготовке, рассмотрите структуру Вооруженных сил Республики Казахстан, изучите основы тактической, строевой, огневой подготовки и военной топографии. Вы также узнаете о порядке действий при чрезвычайных ситуациях, в том числе и при угрозе террористических актов, правилах оказания первой медицинской помощи при ранениях и различных несчастных случаях. Изучите основы робототехники, узнаете о применении робота в военном деле и использовании информационных технологий в борьбе с терроризмом. Научитесь правильному обращению с оружием, тактическим и строевым приемом. Сможете уверенно ориентироваться на незнакомой местности и двигаться по азимутам. Освоение данного курса начальной военной и технологической подготовки в школе поможет вам в дальнейшем подготовиться к службе в рядах Вооруженных сил Республики Казахстан. Тема сегодняшнего нашего урока – цели, задачи и содержание начальной военной и технологической подготовки обучающихся. Цель урока – ознакомиться с законодательными основами воинской службы Вооруженных сил Республики Казахстан, а также правами и обязанностями обучающихся на уроках по начальной военной и технологической подготовке. Критерии оценивания для данного занятия. К концу урока вы узнаете основания для организации проведения занятий по начальной военной подготовке, цели, задачи и содержания начальной военной и технологической подготовки, права и обязанности обучающихся, порядок проведения занятий по начальной военной и технологической подготовке. Первый учебный вопрос сегодняшнего занятия. Основание для организации проведения занятий по начальной военной и технологической подготовке. Начальная военная и технологическая подготовка учащихся проводится на основании Закона Республики Казахстан о воинской службе и статусе военнослужащих и является составной частью подготовки молодежи к службе в вооруженных силах Республики Казахстан. Данный предмет является обязательной учебной дисциплиной. Программа этой дисциплины предусматривает изучение военного дела в объеме подготовки молодого солдата с тем, чтобы юноши, будучи призванными в вооруженные силы Республики Казахстан, смогли в короткие сроки вводить современным оружием и военной техникой. Важную роль в подготовке граждан к воинской службе играет приказ министра обороны Республики Казахстан от 12 июля 2017 года номер 347 об утверждении правил начальной военной подготовки. На данном слайде у нас размещены основные законы и ссылочки. Вам предлагаю, пройдя по ссылочкам, вначале закон Республики Казахстан об обороне в вооруженных силах Республики Казахстан, затем закон о воинской службе и статусе военнослужащих, далее закон о гражданской защите, приказ министра обороны о правилах начальной военной подготовки, ознакомиться с основными статьями, значит, статья 10, статья 1, 9 и 10 закона воинской службы и статусе, ознакомиться с данными статьями, запомнить обязательно номера и даты принятия данных нормативных актов и сделать краткие записи в рабочей тетради. Ознакомившись с законодательной основой организации начальной военной технологической подготовки, мы с вами переходим ко второму вопросу и определяем цели и задачи данного предмета. Ознакомившись с основными статьями, выше предложенных законов, мы можем сделать вывод, что начальная военная и технологическая подготовка молодежи проводится в целях формирования представления об основах обороны государства, назначения вооруженных сил Республики Казахстан, их характере и особенностях, воспитания осознанного отношения к воинской службе как к священному долгу и обязанности гражданина Республики Казахстан. Основными задачами предмета являются формирование знаний об основных требованиях военной присяги и уставах вооруженных сил Республики Казахстан, ознакомление с вооружением и военной техникой воинских частей, размещением и бытом личного состава, формирование необходимых военных знаний и практических навыков по робототехнике, использованию ИТ-технологий и основ вождения колесной техники, основам безопасности жизнедеятельности человека в чрезвычайных ситуациях, воспитание у молодежи высокого казахстанского патриотизма и чувства верности своему отечеству, воспитание должного отношения к профессиям, связанным с военным делом. На данном слайде мы с вами познакомились с основной целью и задачами данного предмета. Ваша задача будет сформулировать цель предмета, задачи предмета определить основные и записать кратко в рабочую тетрадь основные моменты, цель и задачи предмета начальная военная и технологическая подготовка. Учебник начальной военной и технологической подготовки состоит из восьми разделов. Раздел «Вооруженные силы Республики Казахстан. Гарант военной безопасности государства» Рассматривает основные положения Конституции и обеспечения безопасности государства. Знакомит нас с составом и назначением вооруженных сил Республики Казахстан и воинскими символами. В разделе «Воинский устав. Вооруженных сил. Других войск и воинских формирований» мы с вами познакомимся с общими обязанностями военнослужащих и их взаимоотношениями, элементами воинской вежливости, требованиями воинской дисциплины, обязанностями солдата принесения внутренней и караульной службы. При изучении раздела «Тактическая подготовка» мы познакомимся с основами общевойскового боя, организацией и вооружения мотострелкового отделения. В разделе «Огневая подготовка» изучим с вами назначения, боевые свойства и устройства стрелкового оружия, ручных осколочных гранат, порядок подготовки оружия к стрельбе, правила и приемы обслуживания, хранения оружия и гранат. При изучении раздела «Строевая подготовка» мы уясним с вами понятие о строе, его элементах, выполнении строевых приемов без оружия и с оружием. Особое внимание обращается на умение правильно выполнять команды в строю, строевые приемы на месте и в движении. При изучении раздела «Военная топография» познакомимся с понятиями ориентирования на местности без карты, способами определения сторон горизонта, магнитного азимута, современными средствами ориентирования на местности. При изучении раздела «Военная робототехника» изучим алгоритмы управления, управления роботом, функциональные возможности роботов, ориентирование роботов на местности, модели и алгоритмы коллективного управления группой роботов. И в последнем разделе «Основы безопасности жизни, деятельности и информационных технологий» рассмотрим организационную структуру гражданской защиты объекта хозяйствования, ядерно-химическое и биологическое оружие, средства защиты органов дыхания и кожи, средства коллективной защиты и правила поведения в условиях террористической угрозы, а также оказание первой помощи при различных нечастных случаях. Мы переходим с вами к изучению третьего вопроса «Права и обязанности обучающихся на занятиях по начальной военной и технологической подготовке». Учащиеся, проходящие курс начальной военной подготовки, обязаны добросовестно овладевать знаниями, умениями, практическими навыками в соответствии с требованиями программы обучения, принимать активное участие в военно-патриотической работе и военно-спортивных мероприятиях, проводимых в учебном заведении, соблюдать правила внутреннего распорядка, выполнять на занятиях по начальной военной и технологической подготовке требования, предусмотренные общевоинскими уставами вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, заботиться о своем здоровье, стремиться к духовному и физическому самосовершенствованию, уважать честь и достоинство учителей, других учащихся в традиции учебного заведения, не пропускать занятия без уважительной причины, бережно относиться к имуществу и техническим средствам обучения, при необходимости принимать участие в их обслуживании и мелком ремонте, выполнять требования преподавателя начальной военной и технологической подготовки в части, отнесенной правилами внутреннего распорядка учебного заведения к его компетенции. Занятия по начальной военной и технологической подготовке проводятся в соответствии с уставами вооруженных сил Республики Казахстан и имеют ряд своих особенностей. Так, занятия по начальной военной и технологической подготовке начинаются с построения учебного взвода в двухширенышном строю и доклада командиров взвода или отделения о готовности к занятиям. Форма доклада, например, господин старший лейтенант, второй учебный взвод в составе 20 человек для занятий по начальной военной и технологической подготовке построен, отсутствуют, указываются фамилии отсутствующих и причины отсутствия. Например, Искаков болен, Амаров по неизвестной причине, командир взвода отделения, учащийся Ахметовым, Приняв рапорт, преподаватель и организатор начальной военной и технологической подготовки подходит к середине строя, останавливается в двух-трех шагах от него, поворачивается лицом к строю и здоровается с учащимися. Здравствуйте, господа учащиеся! Учащиеся отвечают громко, ясно и согласованно. Здравствуйте, господин старший лейтенант! На занятиях начальной военной и технологической подготовки поддерживается дисциплина, порядок и организованность. Все взаимоотношения между учащимися и преподавателем-организатором на уроках строятся на основе требований, как я уже говорил, устава внутренней службы и обязывают обращаться друг к другу только на «вы». При обращении преподавателя к ученику по фамилии, например, учащийся Касымов, учащийся быстро встает, отвечает «я» и принимает положение смирно. Получив разрешение «сесть», учащийся отвечает «есть», быстро, без шума садится. Если преподаватель обращается к ученику, не называя фамилии, учащийся быстро встает, принимает положение смирно и называет свою фамилию. При обращении к преподавателю ученик поднимает руку и, получив разрешение, встает, принимает положение смирно, называет свою фамилию и задает вопрос. После окончания урока командир взвода с разрешения преподавателя подает команду «смирно» или «встать смирно». Преподаватель-организатор прощается с учащимися, говорит «до свидания, господа учащиеся». Обучаемые дружно отвечают «до свидания, господин старший лейтенант». Затем преподаватель подает команду «вольно», конец занятий. Командир взвода дублирует данную команду. Ознакомившись со всеми материалами данного урока, я предлагаю вам следующее задание. Продолжить предложение. Сегодня на уроке. Я узнал, узнала, я понял, я поняла, что было интересно узнать. Продолжите и вышлите, пожалуйста, фотографию с вашими ответами, сфотографировав листочек, по номеру, предложенному ниже. Продолжение следует...